Несколько часов назад взорвался автомобиль, водитель погиб. В полиции говорят, что взрыв носит криминальный характер, то есть это не теракт. И, возможно, связан со стрельбой, имевшей место сегодня днём в другом районе столицы. На месте событий находится моя коллега Елена Зорина. Сейчас она вновь на связи со студией подробностей недели. Лена, что стало известно к этому времени? Прошу. Лёш, ну к этой минуте известно, что, собственно, со стрельбой, которая сегодня произошла также в столице, пока связи правоохранители не находят. По крайней мере, об этом говорит спикер МВД. И также, по его словам, есть ли связь с покушением на других чеченских добровольцев, Асмаева и Акуеву, которое произошло этим летом, также правоохранители пока что сказать не могут. К этой минуте квартал по-прежнему оцеплён. Работают правоохранители, спасатели, взрывотехники, следователи. Здесь также много зевак, журналистов. Вот кадры практически сразу после произошедшего. Видно, что от салона автомобиля практически ничего не осталось. К этой минуте известно, что погибший сидел не на водительском, а на пассажирском сидении. Это подтвердили нам и друзья погибшего. А женщина на водительском, за ее жизнь, напомню, борются врачи. У нее тяжелая травма ноги. И по информации друзей погибшего, она не жена, а знакомая. Ну и вот, что говорят очевидцы. Ну, так случилось, что я в этот момент проходила повз. Тому я слышала этот вибух, он просто за моей спиной отбывался. Я слышала звук, действительно, это был звук глухой, но достаточно мощный для того, чтобы понять, что это не колесо в машине лопнуло, и не что-то такое будет, не случилось. И даже могли бы постраждать люди, которые находились вокруг, потому что это центр города, и вот этот период, когда все идут, очень много людей на улице. Известно, что погибший это Тимур Махаури, гражданин Грузии. Он воевал на востоке Украины. Говорят, друзья, в составе одного из чеченских батальонов и имел разные связи с чеченскими кругами. А еще криминальное прошлое. Ну, вот, к примеру, в Украине он задерживался и был осужден за охранение оружия. Получил условный срок 5 лет со строчкой 3 года. А вот, по информации турецких, СМИ в Стамбуле подозревался в серии убийств, но друзья нам говорят, что он был оправдан. Также друзья погибшего говорят о том, что он якобы личный враг Рамзана Кадырова, и в этом преступлении есть российский след. Мы с ним познакомились на востоке, в зоне АТО. Он был, он состоял в батальоне имени Шейха Амансура. Ну, я его знаю как хорошего, порядочного человека, преданного друга, отзывчивого. Угрожали, на него покушения были. В Грузии на него было три покушения. Ну, охрана центра города усилена. Полиция усилила патрулирование, как на улицах, так и в метро. Также привлечена нацгвардия, но мы продолжаем следить за развитием событий и ждем первых оценок экспертов. Алексей. Если они появятся во время нашего эфира, обязательно расскажем хорошо нашим зрителям. Пока спасибо. Моя коллега Елена Зорина была на связи со студией подробностей недели с последней информацией о резонансном убийстве, которое произошло в центре столицы буквально пару часов назад.